В Украине очередное резонансное убийство. В минувший вторник в Бердянске двумя выстрелами в спину из охотничьего ружья был убит бывший боец батальона «Донбасс» Виталий Олешко с позывным «Сармат». Олешко застрелили во дворе его дома на глазах у жены и приятелей. После полугода, проведенных в плену, вернувшись с Донбасса в феврале 2015-го, Сармат прозвал себя общественным деятелем и стал выступать против политики местных властей. Запись на камеру походов по кабинетам чиновников стала его особым стилем. По предварительной версии, следствие убийства Виталия Олешки было совершено киллером. Полицейские не исключают, что к покушению может быть причастен один из депутатов Бердянского горсовета. В настоящий момент правоохранителями задержаны пятеро подозреваемых. Полиция Киева начала расследование по факту массового отравления людей уличной едой. Первые сообщения о пострадавших поступили в понедельник, 30 июля. На данный момент зарегистрировано уже 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией в результате употребления украинцами шаурмы. По предварительным выводам лабораторных исследований, возбудителем инфекции стала сальмонелла. Бактериями, судя по всему, была заражена курятина. Как выяснилось, все пострадавшие покупали закуски в одной сети. Это были передвижные точки продаж и, как зачастую бывает, без каких-либо разрешительных документов. К слову, массовых вспышек отравления украинцев уличной едой столицы не фиксировали в течение последних 10 лет. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание в Киеве и Кировоградской области. В ночь с 31 июля на 1 августа был выключен сигнал 14 телеканалов, таких как 1+, Inter, ICTV, Новый канал, ТРК, Украина, СТБ и ряд других. В планах правительства перевести на цифру все остальные регионы. Вторая волна отключений начнется уже в сентябре. Переход на цифровое вещание будет осуществляться поэтапно в разных регионах страны, в зависимости от готовности сети и зрительской аудитории. Полностью отключить аналоговый сигнал на Украине над совет по вопросам телевидения и радиовещания планируют к маю 2019 года. После нескольких месяцев стабильности на Украине снова подскочил доллар. В обменниках за него просят уже больше 27 гривен. Эксперты объясняют это тем, что из страны валюты уходит больше, нежели поступает. Иностранная купюра стремительно уходит за границу, в то время как новых инвестиций практически нет. Зарубежных инвесторов, готовых вложить деньги, стало на треть меньше. Выручки же от экспорта не хватает. Дальше спрос на валюту, предполагают экономисты, станет еще больше. По прогнозам экспертов, к концу года один доллар на Украине будет стоить от 28 до 29,5 гривен. Журналист и известный видеоблогер Анатолий Шарий, который получил политическое убежище в Европе из-за преследований на Украине, заявил о попытках нацполиции Незалежной узнать его местонахождение. Блогер опубликовал постановление Печерского суда Киева, согласно которому следователи получили право обратиться в компанию Google с запросом предоставить данные геолокации Шария, расположение точек Wi-Fi, IP-адрес, с которого работает его канал на YouTube и других персональных данных.